Золотые ворота Владимира теперь недоступны для обзора. Реставрация одного из символов города продолжается. Этим летом строительные леса вокруг белокаменного памятника древнерусского зодчества 12 века обтянули защитной сеткой зеленого цвета. Но гости и жители областного центра с пониманием относятся к подобным видам. Это очень здорово, когда город желает сохранить архитектурные памятники. Пусть сейчас временно будет вот так, но мы, горожане, мы знаем, что потом он будет еще лучше и сохранится дольше. То, что закрытый, но это же временно, потом будет все хорошо. Реставрация нужна? Конечно. Ну, конечно, уже давно. Видцы как-то не портят? Ну, сейчас, да. Сейчас портят. Как-нибудь оправдано? Да. Напомним, летом прошлого года начались работы по реставрации золотых ворот. Их проводит тюменская компания «Дизайн-2000». Подрядчик предложил провести работы за 139 миллионов рублей. В конце следующего года ремонт должен быть завершен. Согласно условиям контракта, строители отремонтируют фасад памятника, стены и цоколи. Проектом предусматривается реставрация фасадных стен, цоколей и крылец, ремонт конструкции стен угловых башен и пристроек, устройство полов в них, реставрация кровель, позолоты, луковичной главы, креста с подкрестным шаром, объемных звезд шпилей с яблоками, замена оконных заполнений, реставрация дверных заполнений. Проектом предусматривается благоустройство прилегающей территории. Также в прошлом году на Авито появилось объявление, судя по которому подрядчик набирал рабочих для проведения реставрации с улицы. Шестой канал тогда позвонил по указанному на сайте номеру телефона. Корреспондент представился соискателем на должность, но при этом уточнил, что опыт работы в этой сфере отсутствует. Это нисколько не смутило нашего собеседника, который выразил готовность взять человека с улицы на работу для снятия штукатурки. Если я там что-то не так сделаю, меня потом не накажут за то, что я повредил памятник ЮНЕСКО. Не, ну вы же ведь и, ну, человека взрослый, не будешь делать, ребят, ну не знаю, волк, ехать его. Сникальный маленький молоточек. И тихонько, нудно, монотонно, с утра до вечера нужно снимать штукатурку. Кроме того, у нашего телеканала тогда появились основания предположить, что авторский надзор за проводимой реставрацией осуществляют те же люди, что и проводят соответствующие реставрационные работы. Позже мы обратили внимание областного прокурора на данные факты. Судя по ответу представителя надзорного ведомства, проверка была проведена, но только по факту наличия у рабочих соответствующей квалификации. По данным фактам, прокуратура региона незамедлительно организованы проверочные мероприятия, в ходе которых данные доводы не нашли своего подтверждения. И было установлено, что в организации, занимающейся реставрацией, имеется достаточно сотрудников с необходимой квалификацией. Таким образом, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имелось. Однако по поводу того, что авторский надзор могут осуществлять те же люди, что занимаются реставрацией, в надзорном ведомстве ничего не сообщили. Для ответа на этот вопрос и на вопросы относительно хода самого ремонта «Золотых ворот» мы позвонили в компанию подрядчика. Но в ходе телефонового разговора нам ответили следующим образом. Вот у нас есть заказчик Министерства культуры. Вообще все какие-то комментарии, запросы, видеорепортажи – это все через Министерство культуры. Получается, что подрядчик не горит желанием общаться с журналистами по поводу реставрационных работ одного из важнейших исторических памятников архитектуры Владимира. Более того, ранее мы неоднократно писали обращение в Федеральное Министерство культуры. Но ответов так и не последовало. В этот раз мы направили официальное письмо в региональные Минкультуры для получения информации относительно проводимых работ и продолжим следить за ходом реставрации. Алексей Домнин, Егор Никитюк, Шестой канал.